всем здравствуйте сегодня у нас с вами не занятия сегодня у нас с вами такое знаете неформальная такая история по большей части называется она стрим стрим на тему разбор мошен дизайна учеников непосредственно вы те ребята кто здесь присутствуют те ребята кто смотрят запись прислали свои работы на разбор мы отобрали несколько работ для того чтобы про них более подробно поговорить чем мы сегодня и займемся но прежде чем мы начнем давайте я вам немножко расскажу про формат мероприятия и про то где мы находимся для тех ребят кто здесь впервые мы находимся в учебном классе школы профайл скул непосредственно профайл скул это большая онлайн школа наверно одна из самых крупных в русскоговорящем сегменте который обучает творческим профессиям по шести направлениям от графика фотография видео 3d аудио и искусство за 10 лет на рынке в школе выпустил с более 69 тысяч студентов и прямо сейчас параллельно вы можете записаться аж на 60 курсов в рамках школы для тех кто понятия не имеет о чем я говорю мы можем зайти на сайт профайл school.ru нам сегодня по ссылкам администратор будет помогать если что все ссылки которые необходимы он будет чат дублировать соответственно мы можем зайти на сайт профайл скул и посмотреть более подробную информацию во вкладке о школе если хотим во вкладке обучения если хотим выбрать для себя какое-то направление в обучении и так далее соответственно в рамках профайл скула многие из вас неоднократно посещали мои курсы многие из вас неоднократно посещали курсы других преподавателей по различным дисциплинам и я думаю что в целом вы так скажем понимаете о чем идет речь меня зовут никита чесноков для тех кто меня видит в первый раз здравствуйте я являюсь мошен дизайнеров специализируясь на работе со стоками это инвата это мошен рай и непосредственно являюсь преподавателем школы профайл по направлению мощный дизайн я преподаю такие курсы как авторфект непосредственно курсы по синему 4d также у нас здесь есть замечательная и плана ну и все что с ними связано в том числе именно поэтому в целом мы сегодня и говорим за машин дизайн так как непосредственно этим мы и занимаем что касается формат нашего мероприятия то она он очень простой формально у нас сегодня нету с вами там никаких оценок как многие привыкли ничего подобного наша задача в принципе просто разобрать те работы которые вы прислали и поговорить о том что вообще они себя представляют соответственно большую часть времени мы этим и занимаемся помимо этого помимо этого как всегда мы отвечаем на те вопросы которые вы задаете как только мы закончим с разбором работ мы перейдем к ответу на вопросы и непосредственно ответим на все то что вас интересует собственно про формат я думаю всем все понятно нет смысла это разжевывать естественно в рамках сегодняшнего мероприятия для всех тех кто в нем участвует есть поощрительный бонус как всегда и бонус в виде дополнительного промокода на скидку на курс сейчас вообще проходит скидка 20 процентов на все курсы помощь дизайна вы можете зайти обучение или выбрать раздел видео если хотите автор эффект или 3d график если хотите cinema 4d или блендер и как вы можете заметить на большинство курсов здесь скидка 20 процентов что здесь что непосредственно в данном случае и помимо этой скидки вот допустим а я базовую нас стоит там слон со скидкой 15 900 помимо этой скидки вам еще как участникам стрима 3000 бонусом накидать то есть еще дешевле будет это наша лично моя вам благодарность за то что вы пришли на данное мероприятие вы можете ей воспользоваться до 30 апреля соответственно но про спецпредложения мы еще сегодня поговорим в конце поэтому давайте сейчас мы перейдем к основному к тому ради чего мы здесь собрались а это как как раз таки разбор ваших работ у вас была специальная форма которую вы прислали те работы которые считаете нужным показать на стриме мы отобрали некое количество нас получилось в 12 работ и сегодня говорим про них давайте пойдем просто по списку по порядку и низко на нем у нас первый денис на 10 местами нет чет я не вижу дадим и здесь низ привет открываем записку их прикладывали вот подобные записочки в которых просто-напросто нужно было хотя бы какое-то описание к работе предел удачная работа стилизация по типу игры кубка скейп я и сейчас но понятия не имею что это за игра кубка скейп давай погуглим ну есть какая-то видимо игра я не играл просто не в курсе ну давайте посмотрим что так скажем здесь денис прислал и немножко про это поговорим что я не знаю что-то опять и Продолжение следует... Продолжение следует... Так скажем, выполнено все очень неплохим образом, если честно. Нравится визуальный стиль. То есть визуальный стиль здесь в целом такой довольно простенький с точки зрения именно технической. Но при этом, при всем, он довольно симпатично выглядит. Вот эта история с шумом постоянно, она, если честно, прям очень, так скажем, импонирует. Я, в принципе, люблю подобного рода прием, добавление шума на шейповую графику, и он до сих пор еще остается таким довольно актуальным. Поэтому в данном случае, в целом, одни лишь плюсы от этого шума. Нравится также, как, в принципе, построена вот эта сюжетная линия. Да, понятно, что здесь, в принципе, как такового, ну, сюжет отследить трудно, особенно если ты в целом не в теме, скажем так. Я вот не особо в теме, поэтому, ну, в моем понимании здесь пытается сфера просто куда-то свалить, если мы будем проецировать это на ту непосредственно игру. Ну, в данном случае, ну, в целом, очень даже симпатично выглядит. Что касается, в целом, сюжетной линии и понимания этого ролика, для такого, знаешь, рядового зрителя типа меня, который вообще, в принципе, к этому, к этой теме не имеет отношения. Мне не хватает понятности какой-то, то есть мне не хватает какой-то, вот, знаешь, вот попроще хочется для того, кто подобного рода, для того, кто просто в эту штуку не играл и сценарий вместе с тобой не сидел и не писал. То есть хочется как-то упростить эту историю. Возможно, здесь подойдет какой-нибудь прием типа с текстовыми вставками или же какой-то прием с... Очень, кстати, сейчас популярная история, когда просто пишут тоненькие субтитры. Это причем давно пошло еще с западных рэперских клипов, когда они просто субтитры к своему тексту писали. Соответственно, здесь просто не хватает лично мне такого, знаешь, просто понятности, что мы смотрим и зачем мы смотрим. Если бы не вот эта подсказка, которая нас навела на мысль о том, что здесь какой-то типа отсылка к кубэскейп, то мы бы вообще не поняли, о чем идет речь. И в этом пока основная проблема. Что касается технических проблем, то можно поговорить о них в каком ключе? Смотри, особо проблем-то здесь на самом деле нет. Есть просто несколько моментов, которые хочется доработать и которые хочется немножко проработать. Во-первых, первая сцена. Если мы будем говорить про нее, то меня очень сильно смущает контур маски вот этой, с помощью которой текст появляется. Проблема в чем? У тебя вся работа построена на моушн-блюре. В целом, моушн-блюр в этой работе присутствует в таком ощутимом количестве. Здесь все на моушн-блюре. Кубик этот, ой, кубик говорю, сфера постоянно размазанная вот даже здесь сейчас на стоп-кадре. И при этом, при всем, вот эта маска, она ровная. И как-то, если честно, немножечко не коррелирует. Плюс ко всему, ты ее, я так прям специально вот так криво нарезал, криво нарезал. И выглядит, если честно, не особо хорошо. В данном случае, можно было, знаешь, от чего избавиться? Вот всегда плохо выглядят вот такие вот углы в масках. То есть, если бы ты резал это все дело не вот так вот угловато, а допустим, сейчас мы, я открою. Да, это сделано в After Effects. А допустим, сейчас я тебе покажу. Просто как-то, чтобы по диагонали, может, еще что-то. Сейчас. Сделаем композицию. Есть проект. Да ладно, мы уже проекты твои ломать не будем. Мы свой сделаем. Смысл-то в этом. Вот, допустим, твой текст, да? И как ты нарезал маску? Ты взял просто-напросто. Ты взял его, допустим, вот этот такой кусочек. Ты вот так вот отрезал, и вот этот угол, он, если честно, ну, прям отвратительно выглядит. В данном случае нужно было просто-напросто резать каким образом? Я бы начал резать вот так просто по диагонали тоненькими полосочками. То есть, вот так, условно говоря. Чтобы у тебя просто вся длина маски была во все слово. То есть, тут первый раз он прошел какую-то часть, показал нам, допустим, вот эту. Потом второй раз прошел, потом третий раз прошел и так далее. То есть, таким образом ты просто избавишь себя вот от этих вот угловатых каких-то стрёмных проблем, которые выглядят здесь, ну, просто не совсем опрятно. Это был бы самый простой способ, как это сделать. Дальше. Следующая сцена. Здесь вроде все хорошо. Очень классно катается шарик. Очень классно катается шарик. Здесь к нему вопросов, ну, вообще нет, если честно. Все прям замечательно. Сцена с лестницей. Здесь, в принципе, также анимационно все неплохо. Меня очень сильно смущает то, как лежит текстура шума. То есть, здесь непосредственно текстура шума лежит как-то странно. То есть, здесь слева снизу шума нет. Здесь почему-то тоже как-то вырезано. Шум очень странно. И это, если честно, ну, наводит на высель, а почему? То есть, в данном случае нужно было, мне кажется, просто текстуру шума наложить поверх всей лестницы, чтобы она смотрелась более однородно. И тогда это смотрелось бы просто более целостно. То есть, в данном случае, вот эта вот нарезанная какая-то текстура шума выглядит, если честно, ну, не совсем круто. Вот уж если так. Задний фон появляется классно. Сам по себе сделан, в принципе, тоже неплохо. Смелая история с Glow, но она здесь оправдана. Она в целом выглядит очень хорошо. И вопросов к ней нет. Далее. Далее вот эта история. Какая-то странная штука с переходом у тебя случилась здесь. То есть, она вот тут. Шарик падает, а потом непосредственно открывается глаз. Я так понимаю, что это типа он туда за глаз залетает и превращается в этот глаз. Ну, задумывалось примерно так, наверное. Но, если честно, выглядит это просто рваненько как-то. То есть, выглядит очень рвано. И здесь я бы, на самом деле, сделал бы несколько иначе. Я бы, может быть, вообще не стал тогда делать непосредственно вот этот вот кусочек с залетом шарика туда. А просто сразу бы начал открывать глаз. Причем не с черного экрана, а, допустим, чтобы у тебя, ну, просто склейка такая пошла. И глаз, и первый кадр примерно вот такой. То есть, когда уже что-то есть. Потому что вот этот черный экран здесь как-то не очень хорошо выглядит, скажем так. А что касается самого глаза, то он тупо кривой. Вот к нему больше всего вопросов. Он тупо какой-то у тебя кривой, неровный и, ну, неужели не мог нормально нарисовать. Здесь чисто форма глаза какая-то прям странная. Причем, ну, глаз-то можно было нарисовать вообще элементарнейшим образом. Вообще можно было бы в две точки даже глаз как-то, ну, две не нарисуешь. А как бы, дожди, как бы мы его нарисовали? Вот так. Вот так. Так и вот так. Вот это вот так вот. Ну, примерно так хотя бы нарисовать. И здесь уже непосредственно форму саму подкорректировать, чтобы он был непосредственно такой, как тебе нужен, скажем так. Здесь просто сам прикол в том, что используем поменьше точек. То есть, вся проблема кривизны от того, что здесь просто очень много точек, видимо, у тебя нарисовано. И получается вот такая вот петрушка, когда ты берешь, тут точку поставил, тут точку, тут точку, и вот оно, вот оно все кривое. И чтобы здесь все это подогнать в идеальный, так скажем, изгиб, нужно посидеть и прям вот, ты понял. Если ты будешь просто меньше точек использовать, то есть, по сути, у нас получается раз, два, три, четыре. Четыре точки у нас глаз получается с тобой, то в целом все выглядеть будет, на мой взгляд, хорошо. Можно даже попробовать особо отпетые рисуют прям вот так вот. Ну, если честно, у меня вот так вот фиг получится нормально сделать, поэтому я бы в четыре точки нарисовал и не парился. Дальше, по анимации опять же все ок. Даже вот смотри, когда он моргает, видно, что он тупо кривой, и это в этом плане, так скажем, не самая хорошая идея. Появляется фон, тут какая-то психодел небольшая, но в целом выглядит очень неплохо. Вот, та же самая история с маской. Ты говорил, что хотел по траектории шарика маску делать, но так траекторию шарика же можно было под нее потом, если что, подогнать. То есть, сначала вообще анимируется маска, фактически, а потом уже по ней просто опускается шарик. То есть, здесь можно было от обратного пойти. То, что текст не по центру, это, в принципе, бог с ним. Дальше то же самое. Да, дальше, по сути, ведь то же самое, правильно? Просто слово поменялось. Слушай, ну, в целом, кстати, очень забавная работа. Знаешь, еще что не хватает? Вот, кстати, это к вопросу о понятности. Можно было сделать какой-нибудь пакшот. То есть, ну, финальную сцену, где написать текстом что-то сюжетное, что-то предметное, там, допустим, название игры. Тогда бы все поняли, что это, условно говоря, промо-ролик для какой-то игры или еще что-то. То есть, если просто добавить финальную сцену, причем сделать ее прямо наподобие... Наподобие вот этой же, прям взять ее же и просто переписать слово, поставить в самый конец. То это бы добавило в ролик какой-то вот предметности, какой-то понятность. И именно получилось бы чуть более, так скажем, просто для рядового зрителя, чуть более просто для понимания. Вот и все. Вот так в остальном-то в целом прикольно. Я уже по привычке хотел идти выставлять оценку, но оценок сегодня нет. В остальном прикольно, нравится очень анимация. Здесь молодец. То есть, прям хорошая работа. Идем дальше. Дальше у нас Максим. Тоже откроем записочку. Шоу Рил. Ну, давайте посмотрим Шоу Рил Максима. О, очень-очень прикольная анимация текста. Опа. Ну, это Шоу Рил. Чтобы вы понимали, это Шоу Рил на основе домашних работ. Судя по всему, по крайней мере, вот эти вот все. То есть, у нас есть курсы After Effects базовый. И следующий его уровень, администратор с ссылками поможет. Следующий уровень – это After Effects продвинутый. Соответственно, вот эти работы, которые мы видим в Шоу Риле, которые мы видим в Шоу Риле, это по сути, вот, по крайней мере, 14 секунд мы посмотрели, это, по сути, домашние работы с этих курсов. То есть, вот это делают как раз-таки студенты. Давайте заново начнем. То есть, вот пока мы видим. Вот эта работа – это с After Effects базовый, с курса After Effects базовый. Вот это какие-то свои уже работы. Вот эта работа с After Effects продвинутый. Это тоже оттуда. Это тоже оттуда. Вот это со снов UFUX, судя по всему. Вот вам администратор с ссылками помогает. Даже корр-код прикрепил. Вот, кстати, если надо, кому, вот, пожалуйста, контакты. Напоминайте. Что про Шоу Рил в целом? Ну, Шоу Рил оценивать как таковой довольно сложно, потому что Шоу Рил – это такая сборная солянка из работ. Ну, давайте пойдем просто попробуем по работам в целом, по сценам. Первая сцена – это стандартная работа с After Effects базовый, прям с теми же самыми исходниками. Здесь очень хорошо добавил камеру. То есть, обратите внимание, здесь у нас анимация вся такая, двигающаяся. Очень хороший прием, который он здесь использовал, заключается в том, что мы видим с вами сцену. Изначально там в домашке нужно появлять сцену прям с самого, условно говоря, с самого начала, то есть прям с белого экрана. Здесь мы видим на первом кадре, на первом кадре уже почти готовую сцену и просто конец анимации появления объекта. Это довольно старый и довольно распространенный прием, который в целом здесь неплох. Он просто добавляет динамичности в ролик. По работе в целом все неплохо. Мне вот это больше нравится. Здесь анимированные шейпы. Это АЕ-продвинутый корпорат, насколько я понимаю. Здесь довольно неплохо по цветам. Проблема, знаете, в чем? В том, что я это уже видел все. Это второй раз довольно сложно оценивать. Но в целом здесь, смотрите, очень неплохой интерфейс у нас есть внутри телефона. Очень, в принципе, неплохая композиция. Очень много свободного места в левой части экрана, что в целом делает нашу композицию более такую воздушную. Интерфейс неплохой. Единственное, что вот когда вы делаете такие работы, то всегда очень сильно дешевит картинку. Это вот этот вот фотошоповский затычный лором Ипсум. Вот этот вот стандартный типа шаблонный текст, который в фотошопе по умолчанию появляется. Вот этот лором Ипсум, вот эта вот штука. Я всегда всех отговариваю именно от нее, потому что это сразу выглядит, как такая, знаете, некая шаблонизированность. Когда клиент смотрит работу, он всегда не особо хочет видеть эту шаблонизированность. Ее нужно прятать от клиента. И в данном случае лично мне это всегда бросается в глаза. Вот этот вот, просто вот этот затычный текст, от которого я бы советовал всегда избавляться. Ну, несложно в гугле две строчки текста найти, если же сам напечатать ничего не можешь. И просто сюда вставить. Дальше. Да, да, эта рыба, это прям самая беда. Дальше. Вот эти две работы, которые имеют вертикальное разрешение, мы же сейчас говорим про фурил как, в принципе, про продукт. Вот эти две работы, которые имеют вертикальное разрешение, можно было оформить посимпатичнее. Можно было просто, опять же, взять тот же самый какой-нибудь Mac-up iPhone, как здесь, и примерно такую же сцену с ними разыграть. То есть, проблема этих работ в том, что они просто, ну, фон у них отсутствует, и после соседней белой сцены, черный фон и вот такой вот фокус на центре экрана выглядит не самым прикольным образом. Здесь можно было просто впихать их в тот же самый какой-нибудь iPhone, в Mac-up какой-нибудь, и смотрелось бы сразу более органично. Вот эта работа, к ней вообще ни единого вопроса не было, просто потому что, во-первых, она была на курсе, а во-вторых, выбрал, мне кажется, не самый лучший кусок. То есть, здесь, я помню, что там дальше вот эта вот штука еще сильнее раскрывается, и еще больше анимационных элементов появляется. И надо было ставить кусочек попозднее, то есть, чтобы пожирнее она выглядела. Сейчас она выглядит не так жирно, какой она является на самом деле, просто потому что мы не видим весь, так скажем, весь прикол этой работы, мы не видим вот тот самый, самый нарядный кадр, скажем так. То есть, мы видим просто начало, и здесь оно обрезается. То есть, нужно было выбрать просто пожирнее кусочек. Двойная экспозиция. В целом, очень хорошо отделил волосы здесь. Очень хорошо отделил волосы. Очень такая тоже опрятная картиночка. К ней, наверное, вообще ни единого вопроса нет. Ну, я помню, сколько раз мы ее доделывали. Параллакс вот здесь, вот если честно, мне кажется, совсем не нужен. То есть, у тебя, получается, две очень коротенькие сцены. Это экспозиция и параллакс. И я бы, наверное, оставил сцену с экспозицией и просто сделал бы ее несколько длиннее, для того, чтобы мы просто успели ее больше рассмотреть. А параллакс бы вообще убрал отсюда, потому что у тебя получается, что мы экспозицию не до конца не досмотрели, и параллакс не успели рассмотреть, дальше пошла уже другая работа. То есть, вот здесь как-то можно было немножечко просто вместо двух одну поставить. Вот здесь тоже такой важный момент. Смотри, у тебя появляются вот эти интерфейсы, но зритель захочет в них немножечко посмотреться и прочитать, что там происходит, или хотя бы просто визуально понять. Мы не успеваем этого понять. Мы не успеваем вообще ничего здесь понять, потому что фактически они появились, и тут же сцена пропадает. То есть, такая же история, как с хат-графикой, нужно было кусочек поправее вставлять по таймлайну, или взять просто чуть побольше тайминга на эту сцену. То есть, вот прям не успеваем посмотреть, что происходит. Дальше, вот эта сцена. Мне, если честно, не нравится, что она такого шакального качества. На фоне всего остального качество, ну прям очень шакальное, и в этом плане хотелось бы посимпатичнее. Здесь, в принципе, прикольная была сценка, тоже какое-то странное качество этой 3D-шки. Очень странно работает тень. Здесь такое ощущение, что тень в After Effects сделал, потом уже сверху. То есть, вот эта тень, такое ощущение, что она, ну, самопальная, скажем так. И она очень странно работает. Неправдоподобна вообще никак. Смотрите, она просто по Opacity пропадает. Мы с вами, в принципе, технически понимаем, что должна делать тень. Вот мы возьмем даже вот так. Что должна делать тень, когда объект поднимается выше? Она должна сильнее размазываться и немножечко увеличиваться, как таковая. То есть, вот я мышку вот так поднимаю, вот у меня тень от нее начинает размазываться. И чуть-чуть увеличиваться. В данном случае, как раз-таки, вот этого здесь не хватает. Можно было просто-напросто, вот, условно говоря, тень он, скорее всего, сделал просто, вот так вот взял такую вот форму и просто немножко ее размазал. В данном случае, в данном случае можно было сделать как? Тень могла у тебя просто по скейлу увеличиваться и немножечко размазываться. При этом, естественно, можно еще добавить Opacity, чтобы она просто чуть-чуть чуть-чуть вот так вот приглушалась. и вот примерно такая какая-то анимация у тебя, у тени должна быть. Только Blur должен быть сразу, в нашем случае, как это вот такой. И вот она у тебя как-то вот так вот себя и ведет. То есть, в данном случае, тень просто не особо правильно работает. Сцена с мальчиком вроде как крутая. К ней особо вопросов нет. А вот сцена с китами, у них, как мне кажется, довольно какие-то палевные брызги. Особенно вот тут. Вероятнее всего здесь, вот, видишь, сам по себе футаж брызг, он даже до поверхности моря не достает. Он просто висит в воздухе. Покрасить пытался по цветам, но красил, судя по всему, как-то, ну, неудачно. В целом покрасил. То есть, не похоже это на воду. Вот, и плюс. Видишь, он у тебя прям в воздухе висит. Что в целом тоже не самым удачным образом здесь работает. В данном случае. То есть, по большому счету, вот этот момент здесь можно было поправить. В остальном, все остальное, ну, как бы, вроде мы разобрали. Так, это классный шоурил. Есть какие-то такие микро-моменты. Но, в целом, я думаю, что многие, я думаю, что многие даже не обратят внимание на них. Именно клиенты. Так, мы двигаемся с вами дальше. Роман, Рома, привет. Продуктовый может, поставленный в новой серии в отдельном конкретном магазине. Давайте посмотрим. В отдельном конкретном магазине. Так, ну что прикольно, вот эти вот туториальные частицы в целом выглядят неплохо, если мы будем говорить про вот эти все сцены, они фактически одинаковые, то есть это по сути одна сцена, которую просто потом несколько раз адаптировал. Если мы будем говорить про непосредственно наполнение этой сцены, то здесь, во-первых, непонятно куда смотреть, непонятно зачем смотреть и слишком много всего. То есть фактически здесь я бы поработал над расположением вот этих вот всех непосредственно элементов. У нас проекта нету, да. Ну, в целом, мы, кстати, на курсе АЕ Продвинутый, я думаю, многие помнят, есть тема про корпоративную графику. И там как раз-таки, ну, ненавистная для многих тема, потому что она такая очень забротная, там как раз-таки мы работаем с расположением объектов и вот этим вот разделением экрана на такие зоны. Смотри, по тексту. В целом, у нас здесь что главное? Главное все-таки шампунь, правильно? То есть у нас основной фокус на бутылке и на непосредственно вот этой вот шампуньке как таковой. В данном случае у нас какой фокус внимания, на чем? Это в целом на вот этой вот бутылочке и на надписи, прежде всего, шампунь. То есть основной фокус должен быть такой. Я бы в данном случае немножечко поменял расположение объектов каким образом? Давайте мы с вами найдем просто какую-нибудь бутылку. О, сейчас скачаем нашу бутылку замечательно. Нам бы просто хоть что-нибудь, чтобы было. Вот, вот твоя композиция 1920 на 1080, ты берешь свою бутылку. В данном случае, в данном случае, можно было просто ее поставить несколько в сторону для того, чтобы у тебя слева освободилось место под нужный тебе текст и не так сильно, так скажем, это все заполоняло. То есть теперь мы здесь напишем шампунь, шампунь, как-нибудь вот так вот поставим для начала. И у нас есть сразу второй текст для объема и густоты волос с эффектом push-up. Тоже его сразу возьмем. Сразу возьмем. Для того, чтобы еще больше текста просто-напросто разграничилось, ты все правильно сделал, ты его сделал тоненьким. То есть здесь в целом все, так скажем, нормально. Выравнивание сделаем слева. И как-то вот так вот поставим. Твоя задача вообще сделать так, чтобы слово шампунь казалось, ну, прям каким-то невозможно жирным, невозможно огромным. Можно еще жирнее его сделать. А вот этот текст, наоборот, потоньше. Вот примерно так. Чуть-чуть съехать и чуть-чуть вот так сделал. То есть вот, в целом, таким образом, вот примерно такая размерность текста тебе в целом подойдет для работы и будет смотреться очень неплохо. Можешь поставить его куда-нибудь слева. Можешь вот так вот сделать, как ты, в принципе, сделал. То есть наша задача просто вот этот блок, он у нас как бы главный, он у нас единый. Ну, примерно вот так. Теперь у нас есть дополнительный текстовый блок в ТЦ «Радуга новинка». Вот куда бы его вкорячить? Давайте с вами подумаем. В ТЦ «Новинка». Ну, допустим, так напишем. Его тоже можно сделать там условно жирненьким и поставить... Ну, если мы его поставим маленьким, условно говоря, вот здесь, его нифига не видно. Все-таки клиент тоже должен знать, что это ТЦ «Радуга». Соответственно, что мы можем здесь сделать? Мы можем или ставить его куда-нибудь к слову «шампунь» недалеко от него. Причем здесь мы его можем делать маленьким очень легко. Просто потому что один фиг клиент будет смотреть вот сюда, и он этот текст увидит. То есть, фактически, тебе здесь ничего не мешает поставить вообще вот такую какую-то композицию, вот такую-то компоновку, которая будет работать. Единственное, вот так чуть-чуть отодвинул, чтобы все-таки эти блоки по смыслу отличались. И вот так вот расположил. То есть, таким образом ты получишь уже более такую непосредственно аккуратную саму по себе структуру, и у тебя не будет вот это вот все липнуть. Дальше остается вот эта история с брендом и с логотипом. Что касается логотипа, то он здесь самый бессмысленный. Почему? Потому что, во-первых, он находится фиг пойми где, на него вряд ли кто-то посмотрит. А во-вторых, он такого цвета, что возникает вопрос, а вообще нужен ли он тут? Если он тут не нужен, то это для нас плюс, потому что нам не придется думать, куда его поставить в данном случае. Но если он здесь нужен, тогда его, во-первых, нужно все-таки делать нормального цвета, потому что, ну, вот он грязный. Он очень грязный, непонятно зачем вообще он такой здесь сделал. То есть в данном случае, давай мы возьмем текст, допустим, у нас вот этот логотип selfie lab. Ну, мы просто текстом напишем. Требование было, в чем оно заключалось? Чтобы был логотип или чтобы он был именно такого цвета? Специально прятал. Но здесь такой момент, что если прям надо, чтобы он тут был, тогда прятать его смысла нет. Может быть, просто его сделать условно там поменьше и поставить все это дело прям куда-нибудь вот сюда вот там. Или просто его в уголочек куда-нибудь поставить, чтобы просто он здесь был, скажем так. Потому что по большому счету, то, что он там серый стоит, даже с условием того, что он большой, в целом выглядит это не очень хорошо. То есть здесь можно было, так скажем, его куда-нибудь просто поставить, ну, допустим, вот так как-то. То есть у тебя уже получается здесь слева вот такая вот штука. Что касается надписи «Май голова», тоже непонятно, зачем она именно там стоит. И вот от чего-нибудь хотя бы здесь можно избавиться, хотя бы от надписи «Май голова». Если нет, тогда у тебя есть, в целом ее можно даже справа оставить, тогда у тебя есть чит, очень жесткий. Если мы внимательно посмотрим на бутылку, то у нас здесь есть вообще весь готовый дизайн. И можно было бы, можно было бы взять какую-нибудь просто вот эту же плашечку, вот примерно такого же цвета, и непосредственно поставить, как-нибудь нарисовать ее здесь. Словно говоря, мы берем там «Май голова», вот эта вот твоя, вот здесь он у тебя вот так вот располагается. Вот это можно чуть-чуть отодвинуть. Ну, как-то фиг его знает, если честно. Может быть, его можно было опять же как-то уменьшить. Как-нибудь вот сюда вот поставить. То есть, вот это было бы вообще замечательно. То есть, скомпоновать просто все вот таким образом, чтобы оно просто аккуратненько стояло. И тем самым ты получаешь, просто если мы вот примерно так текст скомпонуем, ты получаешь то, что у тебя, во-первых, ничего не привязано к краям, то есть, нет вот такого тут биения по краям, и нету, так скажем, точнее, есть очень много места в сцене. То есть, теперь у тебя здесь прям довольно много места в сцене, и причем весь текст он у тебя довольно хорошо работает. То есть, первостепенно, вот если так будем просто говорить по взгляду зрителя, первостепенно, естественно, он посмотрит на бутылку, потому что она самая большая, она здесь у нас тупо яркая. Дальше он начнет исследовать текст, первостепенно он посмотрит на шампунь, потом пойдет ниже, потом пойдет, вероятнее всего, еще ниже, и в конце посмотрит про ФТЦ радугу. Я так понимаю, что здесь еще дополнительно может быть какой-нибудь голос, что-нибудь такое, и будет смотреться в целом ок. Вот у тебя есть условно такая сцена, потом ты делаешь просто такую же, но зеркальную, то есть там бутылка здесь, текст справа, и вот весь ролик-то и готов. Фактически. То есть, можно как-то поаккуратнее текст расставлять, для того, чтобы это было чуть более просто опрятно. И еще важный момент. Важный момент это то, как ты обтравил бутылки. Если честно, отвратительно. То есть, вот в целом, то, как обтравлены бутылки, вот эти вот какие-то артефакты здесь, еще что-то, это прям очень плохо выглядит. Прям очень плохо выглядит. И с этим нужно что-то делать. Я бы, если честно, первое, на что обратил внимание, это на такую штуку. Что касается дизайна, то в целом не особо понятно, нафига ты сделал такие частицы, когда у тебя, вот фактически здесь весь ролик за тебя вообще сделал. У тебя весь дизайн есть на бутылках. У тебя есть и элементы, у тебя есть и цветовая схема. Все есть. Просто берешь, берешь вот такие кружочки, берешь вот такой цвет фона, цвет элементов, здесь все есть, плашечки под текст. Вообще, все здесь есть, просто бери и используй. А ты здесь что-то выдумал. Ну, может быть, это было требование заказчика. Возможно. Фактически, по дизайну я бы, наоборот, приблизился к бутылкам. Но хотя даже так выглядит очень неплохо. То есть, по факту, вот у тебя одна сцена здесь получается. Вот, как шаблон такой. Из нее можно делать все, что угодно для, так скажем, уже проработки и доработки всех этих моментов. По анимациям ок. Очень прям напрягает обтравку вот этих вот бутылок. Ну, очень напрягает. Но, в целом, здесь все довольно шаблон. Вот эта последняя сцена тоже очень огромный текст. Очень невидный логотип, который занимает огромное количество места. Огромное количество места. А фактически его не видно. То есть, вот на месте этого логотипа должен быть, ну, фактически тот же самый, но яркий логотип. Ну, в целом, вроде все ок. Остальное. Я бы с текстом очень сильно здесь поработал. Я понимаю, что замучился, и большое количество текста это всегда, так скажем, проблема. Но я бы здесь с ним поработал и немножечко доделал, скажем так. Друзья, я напоминаю, что мы продолжаем разбор работ. А также я напоминаю про, естественно, про промокод, который вам доступен на скидку. Всем тем ребятам, кто участвует в данном стриме, доступен промокод на дополнительную скидку в 3000 рублей на любой из курсов по направлению Motion Design. Это After Effects базовый, After Effects продвинутый. Это курсы по 3D графике, в том числе курс по Cinema 4D базовый продвинутый, а также курс по Blender. Вы можете, помимо скидки в 20%, еще сверху промокодиком это все добить и записаться на лекции еще дешевле. Мария Соловьева продолжает наш кит-парад сегодняшних работ. Давайте посмотрим записочку сначала непосредственно. Работа для портфолио вы можете использовать в рекламе. Давайте посмотрим. Кстати, мы починили звук. Ради чего был перерыв, мы починили звук. Я его слышу. Итак, собственно, что мы имеем по этому видосу. Как нам сказал автор, автор у нас Мария, Мария Соловьева. Как нам сказал Мария Соловьева, это работа такая творческая, но с возможностью использовать в рекламе. Мы видим фактически такую довольно миленькую шейповую графику. Довольно миленькую шейповую графику, в рамках которой девушка у нас куда-то тут улетает. Сцена с самолетом непосредственно. Дальше здесь сцена с птичками такая довольно интересная. И девушка там у нас катается на круге и кайфует на море. Завидую я этой девушке. Я думаю, многие из нас ей завидуют. Так вот. Что касается самой работы, то в целом довольно несложные технически. То есть здесь вся сложность была в том, чтобы скомпоновать все эти исходники, скомпоновать все эти моменты именно в единый ролик. Но при этом очень опрятно выглядит еще. То есть здесь нету каких-то суперсложных анимаций, здесь нету каких-то суперсложных движений и так далее. Но выглядит очень опрятно. Очень радует, что здесь очень плавные переходы. То есть в данном случае Мария сделала довольно плавные переходы. Она очень хорошо подобрала цвет. То есть здесь видите, все строится на переходе через открытый фон. Когда у нас между первой и второй сценой есть просто условно общий кусок фона, который и делает нам данный переход. Что в целом выглядит очень хорошо. То есть переходам вопросов нет. Не очень хорошо выглядит вот это облачко с opacity. Я помню, помните, ребята, на eBase вам всех всегда ругал за opacity в шейповой графике. Ну вот вам очевидный пример, что вот здесь вот прям полупрозрачность дает лишнюю грязь. И не хотелось бы, чтобы оно здесь присутствовало. То есть здесь нужно было просто сделать стопроцентную непрозрачность у облаков. Дабы они смотрелись просто как вот оно перекрывает тебе самолет. И все. Дальше, что касается в целом общего стиля работы. То немножко я бы добавил, наверное, интенсивности в графике. Именно самого-то какого-то рывка не хватает при переходе. Ну а так скомпонован очень неплохо. Что касается визуальной составляющей. Первая сцена. Мне, если честно, не нравится вот эта вот пунктирная линия. Она выглядит не очень хорошо. Она, да, типа продолжает нам сюжетную линию, заставляет нас за ней следить. Но фактически она настолько отвлекает. То есть вот эту пунктирную линию я бы отсюда вообще убрал. Она здесь, ну, совсем не нужна. Вот уж если так-то. Вот прям совсем не нужна. И смысла от нее особого нет. Что касается первой сцены, листья, которые торчат из чемодана, как нам заметил Денис. Ну да, если честно, выглядит довольно странно. Логично было бы, чтобы листья здесь, ну, как бы в поверхность бы куда-то упирались. То есть просто немножко странно выглядит. Прикольно, миленько, но довольно странная сама по себе просто конструкция, скажем так. Сцена с самолетом, в принципе, очень простая. К ней, наверное, нет никаких вопросов. Сцена, вот эта мне больше всего нравится, эта сцена, потому что она самая такая интересная. Здесь есть у нас рыбы. Здесь есть, ну, дельфины, не рыбы. Хорошо, сейчас тут биологи набегут. Есть дельфины. Есть брызги, которые в целом для... В рамках подобного стиля анимированы хорошо. И тоже вопросов к ним особых нету. И в целом вот эта сцена, ну, прям вообще идеальная. То есть прям вот все хорошо. Сцена с морем. Очень, опять же, симпатично смотрится переход. Очень неплохая анимация. Текст Summer Sale очень непредметно выглядит. То есть текст Summer Sale сразу наводит на мысль, знаете, о чем? О том, о чем нам продают тут по скидке. То есть, ну, как бы, когда говорят, что есть какая-то скидка, то нужно что-то, так скажем, какую-то сопутствующую информацию. Вот если я вам говорю, что скидка 20% есть, правильно? Интеграция от бога. То я вам говорю, что скидка 20% на курсы, плюс вам 3000 по сертификату. Еще, пожалуйста, пользуйтесь. А здесь, как бы, что мы рекламируем? Так, какая скидка? Скидка чего? То есть здесь, если мы делаем такой текст, то нам нужно как-то больше вводных, какой-то больше информации. Самый простой способ, как эту работу персонализировать, это просто добавить, условно говоря, ну, предположим, что это скидка на туры, турагентство какое-то рекламирует. Ну, уж очень похоже, да? Можно было просто добавить в конце тогда, в конце, пэкшот с логотипом этого турагентства. Или сюда куда-нибудь поставить этот логотип турагентства. То есть персонализировать еще больше эту работу, чтобы она стала еще больше рекламной. Чтобы не просто какая-то, там, знаете, анимашка ради анимашки, а именно какая-то более рекламная вещь. В остальном, с графической частью здесь, наверное, вопросов-то больше нет. По поводу движения. Ну, у нас проект есть, можем, конечно, посмотреть. А, не хочет, ну, сейчас мы... Я тебе дам, не хочешь, сейчас все будет. Я предположу, что это вручную сделана анимация, потому что, когда ты делаешь вигл, то он более такой рандомный получается. Мне кажется, здесь вручную сделано. Ну, давайте посмотрим. Вот, допустим, вот у нас первая сцена. Колебания, наверное, вигл. Да, колебания вигл. А, колебания вообще сделаны лупаут пинг-понг. Ну, если честно, в этом здесь есть смысл, их все равно не так видно, но если ты... То есть, вот смотрите, чем у нас отличается пинг-понг от вигла. То есть, пинг-понг ты однократно... Вигл не контролится. Вигл контролится. Почему? Мы даже на e-базовом контролем вигл легко. Сейчас я тебе даже могу показать, как его легко контролить. В чем прикол пинг-понга? Ты однократно сделал вот эту анимацию на амплитуду, там, в 2,3 градуса. И она у тебя и будет так, минус 2,3, плюс 2,3, минус 2,3, плюс 2,3. А если ты сделаешь вигл, если ты сделаешь вигл, то вигл позволит тебе рандомизировать эту анимацию. Там вигл, допустим, 1,5 поставишь, и у тебя будет каждый раз рандомный, так скажем, градус. То есть, в этом плане вигл будет удобнее, в моем понимании. А по поводу контроля вигла, если ты хочешь контролить его кейфреймами, то есть, допустим, начать заставлять работать вигл на каком-то промежутке времени, то это делается проще простого через 2 слайдера. Ты берешь обычный слайдер-контрол, первый у тебя будет на фрек, второй на амплитуду, фрек это частота колебаний. И в вигл, вигл, ты вместо значений вставляешь сначала первый слайдер, потом ставишь запятую, вставляешь второй слайдер. Все. Теперь ты контролишь это просто анимацией вот этих слайдеров. То есть, ты можешь поставить, допустим, вот со второй секунды я хочу вигл, вот я здесь кейфреймы ставлю, кейфреймы ставлю. Причем я хочу его делать не резкий, а, допустим, плавный. Я сделаю плавную анимацию там 1 на 5. Вот так вот. У меня будет так разгоняться потихонечку. Потом я хочу, чтобы он у меня здесь закончился, я могу просто-напросто его начать отрубать. Причем могу просто отрубить фрек, а могу вместе с амплитудой отрубить, тогда еще плавнее будет. Вот. То есть, в этом плане контроль надвиглом у нас вообще полный и всегда и везде. В этом плане нету никаких проблем. Что касается в остальном, то мне, ну, честно, импонирует эта работа. Давайте еще раз ее посмотрим. Ну вот, пунктирная линия здесь просто плохо выглядит. Я бы не стал ее делать в остальном. Ну и вот здесь как-то более персонализирует. В остальном очень хорошая работа. Повертикальный формат заточено, все прямо с них хорошо. Вопросов-то, наверное, к ней больше и нет. Ален Патрикеев, Ален, привет. Тоже одна из бывших и будущих студентов наших курсов. Вероятно, тем классные доставки. Ну, я надеюсь. Я видел этот ролик в телеграме, в чате моушн-дизайнеров. Алена уже его неоднократно скидывала. Там какие-то еще, по-моему, да, версии были. Или просто вот это. Я сто процентов видел этот ролик в телеге, в чате моушн-дизайнеров. Администратор Александр скинул ссылку на этот чат. Если хотите, там собираются студенты со всех курсов. Там просто моушн-дизайнеры. Добавляйтесь. Кто хочет. Можете в этот чат добавиться. Можете еще ко мне в телегу, кстати, добавиться. Тоже как вариант. У нас сегодня прям радость маркетолога. Вот, пожалуйста. Вот еще вот это телега. В чем прикол? Ролик, я так понимаю, просто на, так скажем, на творчество. Выглядит бесподобно. Давайте поставим. Знаешь, что только, Ален? Вот честно, не хватает пэкшота просто с логотипом Озон. То есть в данном случае было бы вообще великолепно, если бы после вот этой вот сцены в конце был еще просто пэкшот, просто фон и логотип Озончика. Тогда ролик считался бы вот прям полностью законченным. Сейчас он просто, ну вот, не хватает этой сцены. Что касается самой анимации. Ну, выглядит она, естественно, очень круто. Вообще в целом мне очень понравился этот ролик, когда я его первый раз посмотрел. Здесь используется шейповая анимация, плюс, немножечко, обратите внимание, такая стилизация под такой, типа, небольшой гранж. А сверху текстурка такая, просто с шумом. Очень прикольно сделанные переходы, причем очень уместные по стилю. Единственный момент этого перехода, что лично мне, ну, не понравилось, это его цвет. У тебя здесь больше нигде нет черного, у тебя вот такой, типа, серовато-коричневый цвет здесь. Чего переход таким же цветом не сделала? Он же, ну, прям, как будто вылетает. Вот это единственное, что я бы хотел здесь, наверное, покрасить. У тебя, по сути, весь ролик вот сделан в двух цветах, а тут третий нарисовался. Точнее, в трех, у тебя еще белый есть. Тут лишний цвет, откуда ты взялся? Вот этот переход, смотри, вот этот переход. Вот здесь. Ну, в целом, прокатит, но мне не особо нравится вот этот угол. Я бы, наверное, маску правее подвинул, чтобы просто вот этого угла не видеть. Но это так уже, если до мелочей, так скажем, докапываться. Ну-ка, дай-ка я. Ну да. В остальном, ну, божественная шейповая анимация, такая, какая она и должна быть в современном мире. Очень приятная, очень современный визуальный стиль. Сейчас вот прям именно вот такие ролики с такой типа стилизацией, под текстурки, они очень актуальны до сих пор. Это не самый новый прием, но очень актуально, очень красиво выглядит. Персонажики очень красивые, анимация персонажей тоже очень красивая. Ну, в целом, это действительно выглядит, как достойный коммерческий ролик, который можно уже пускать в продакшн, рекламу и так далее. То есть, в целом... Можно его Озону продать, скажем так, если это просто творческая работа. Это прям вообще великолепно. Слушай, он в целом с того года в тренде, он просто пока еще держится. То есть, это же не самый новый прием, он еще в том году, я еще помню в Тбилиси сидел, когда в марте того года, уже как бы вот эти ролики появлялись, я уже их сидел, смотрел, и как-то вот тогда это выглядело действительно вот чем-то новым. Сейчас это просто такой уже такой классический прием, спустя, получается, полтора почти года, который не теряет своей актуальности. И шум в этом плане, так скажем, до сих пор работает хорошо. Тоже все сделано, естественно, в After Effects. Да, очень кайфовая, очень прям интересная работа, Алена. Мое уважение, как говорится. У меня бы, если честно, не хватило бы терпения сидеть ее вот так вот вылизывать все вот эти сценки, как у тебя получилось. Я бы, если честно, прям... Я бы одну-две сделал, потом такой, да ну, да ну... Вот такая бы история началась. Но... Хоть на выставку посылать. Так, идем дальше. Александр. Давайте тоже прочитаем записочку. С решением вопроса походка девушки. Она ездит при ходьбе, и как это исправить? То, что в клинике снимают ноги, обращайте внимание. Можете найти еще замечание, озвучьте. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, ну, если мы будем говорить про походку девушки, и почему она сколзит, через... Вот, скорее всего, это не через риггинг, потому что, если бы, опять же, мы на курсе Motion Design проходим риггинг, если бы он делал риггинг, то фактически не было бы в большей части проблем. Почему? Потому что, когда ты делаешь риггинг через тот же самый Duit, то фактически Duit все делает за тебя. Твоя задача просто натянуть скелет, а потом нажать просто одну кнопку, и она сама пойдет. То есть, не нужно будет ничего анимировать, ничего не нужно будет делать, там заскриптованная вся история, она сама шагать будет. Сидит и просто двигай ее по позишну. Здесь как раз таки, первостепенно, скорее всего, сделан не через риггинг. Это палец на том, что она просто на прямых ногах идет. Если бы она сгибала ноги в коленях, то, скорее всего, это, ну, был бы риггинг уже. Ну, вероятнее всего. Почему она плывет? Плывет она просто по простой логике. Она по позишну двигается быстрее, чем перебирает ногами. То есть, здесь фактически нужно замедлять ей движение по позишну. Потому что она, по большому счету, делает один шаг, а при этом прилетает такое расстояние, как вот она сделала два, а то и три шага. То есть, вот в этом-то самая большая кроется проблема. И все вот эти вот персонажные анимации, это исключительно вот эта монотонная история про подгонку координат позиции под шаги. То есть, здесь нужно прям сидеть и подгонять эту историю вручную, сидеть очень долго, нудно и так далее. Просто, фактически, здесь нужно замедлять ее движение по позишну, чтобы она просто не так много пролетала по расстоянию. Что касается самой работы, то здесь в целом... Что у нас тут за музычка играет? А, звука нет. Я понял. Здесь в целом мне не особо нравятся какие-то подобные моменты, типа вот что она тут по мужику прям идет. То есть, можно было бы логично сделать, чтобы мужик стоял на переднем плане, а она на заднем шла, и тогда все смотрелось бы хорошо. Также мне не особо нравится то, как здесь ты состыковал фон. То есть, вот это прям палево, если честно. Прям здесь вот прям палево такое. Само по себе качество рендера тоже... Ну, разрешение фактически здесь маловато, все очень сильно пикселится. И субтитры вот эти, которые появляются, если честно, я вообще их не понимаю. То есть, они выглядят не очень хорошо, именно визуально. Вторая сцена тоже субтитры. Вообще, многие ребята, так скажем, сталкиваются с одной и той же проблемой. Все почему-то пытаются вот краям экрана прилепить текст, чтобы он прямо здесь в край упирался. Это всегда выглядит плохо. Мы с вами сегодня шампунь делали вот этот. Мы на этом примере убедились, что в целом лучше текст все-таки ближе к центру добегать, оставляя место на экране просто свободным. Это не гигантизм, это просто, ну... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Гигантизм — это когда у тебя большой красный логотип, а это просто-напросто прилепленный текст к краям экрана. То есть, здесь фактически... Фактически вот так вот делать не надо. То есть, если ты хочешь сделать текст, ну, сделай его как-нибудь, поставь его как-нибудь по опрятнику, найди какое-нибудь свободное место, поставь куда-нибудь вот сюда, допустим. Или, опять же, уже тоже не новый прием, который все используют, это псевдо-субтитры, когда у тебя что-то происходит на экране, а здесь прямо такие обычные субтитры, прямо даже вот там... Без капслока. Просто тоненький-маленький текст, который просто присутствует здесь, добавляет тебе лишней понятности происходящего, и вот просто здесь располагается. То есть, вот такая компоновка, она в целом сейчас очень популярна, даже в шейповую графику просто обычный тоненький текст сюда вставляют, и выглядит очень даже неплохо. То есть, в данном случае, это было бы решением для этой работы. Огонь. Огонь слишком активный какой-то, к нему тоже есть моменты, то есть, вот какой-то опасити здесь непонятная. Огонь в данном случае, ты сделал через Puppet Pin Tool, и я так понимаю, это... Есть у нас такой инструмент в Афтерфекции, называется Puppet Pin Tool, который фактически тебе... Вот у тебя есть тут условно какой-то объект, который фактически тебе ставит так называемые якорные точки, и ты за них тут деформируешь его. И здесь достаточно было сделать простую вещь, сделать вот эти Puppet Pin Tool, потом открыть их координаты. Здесь есть эффект, Puppet, и у каждого пинтула есть координаты, и на них можно было даже wiggle делать. Даже wiggle делать. Вот, и тогда бы это смотрелось органично. То есть, вот таким вот образом. И здесь как раз-таки с огнем это прокатило бы, скажем так. Он бы смотрелся более просто опрятно. В целом, вроде, остальное все, скажем так. Ну, чувак еще довольно странно на гитаре играет, но здесь, я вот думаю, уже поправишь. Ну и вопросы здесь мы разобрали. Мы пойдем смотреть работу Алексея Белова. Долгская заставка или новостей. Я понимаю, да, что... Кстати, вот по поводу того, что стеклянный металлический бродкаст не в трендах. Да, Леха здесь. Смотри, прикол в том, что он, так скажем, вот в России, если ты из России, или вот, ну, условно СНГ, да, он здесь уже не популярен, но его до сих пор заказывают. Заказывают, ну, во-первых, в России в регионы, а во-вторых, его заказывают арабы. Вот, что хочешь, делай, арабам нравится. Особенно, если там вместо черного металла золотой, так это и все. Первый парень на Дубае, как говорится. Давайте посмотрим, что здесь имеется. Леха, первый вопрос сразу, чтобы мы, так скажем, продолжали разговор. Каким рендером рендерил? Ого, что-то пользуется арабами. Так, ну, что мы видим здесь? Во-первых, непосредственно мы видим 3D-графику, примерно такую же, как мы изучаем на Cinema 4D-продвинутой. У нас на Cinema 4D-продвинутой даже есть отдельное занятие под названием Broadcast, если вы, так скажем, собираетесь, то если вы знаете там базу Cinema, то Cinema 4D-продвинутой. Здесь, если программу посмотрите, здесь есть отдельное занятие про Broadcast. Вот, соответственно, там мы как раз-таки подобного рода графику делаем. Я, с твоего позволения, ее в АЕ перекину, чтобы попробовать поковырять немножечко, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Первая сцена. Во-первых, что мне не нравится, это то, что у тебя очень пустой фон. Фактически в современном мире пустой фон, он, в принципе, очень часто имеет место быть, потому что ты, если, так скажем, следишь за всей этой историей, то даже в стеклянно-металлическом Broadcast, я думаю, ты заметил, что ушло резко количество шурешек, которое применяется. То есть шурешки, это, условно говоря, визуальный мусор, как вот эти полосочки, там, еще что-то. И количество шурешек, оно, ну, так скажем, снизилось за последние несколько лет. И переключилось на какие-то просто более чистые картинки. Вот здесь как раз-таки мы видим такую почти бесшурешечную сцену, в целом она очень даже неплохая сама по себе, на которой просто очень много пустого фона. Типичный Broadcaster какой-нибудь там, вот сидит какой-нибудь там условный Андрей Красавин, он такой, надо здесь нафигачить что-нибудь на фон. Вот еще несколько лет назад. Но сейчас, условно говоря, можно ту же самую историю просто замылить. То есть фактически использование Depth of Field в данном случае спасет тебя от вот такого пустого фона и сделает картинку просто чуть более аккуратной. Можно даже в АЕ накидать какой-нибудь стандартный довчик через градиенты. Возьмем вот раз градиент, примерно вот тут у нас твоя сцена. И возьмем тоже очень старый прием с двумя градиентами, который типа нам здесь делает фейковый фокус. Прекомпозим это все дело. Естественно, я, ну, как бы делаю просто какие-то вещи, но тонкости мы на лекциях проходим, поэтому... А сегодня не обучающий, а такой больше разборочный стрим, поэтому какие-то, ну, типа, тонкости мы здесь особо-то и не учим. Возьмем... Ну, я думаю, касательно Алексея Белова, он все вот эти приемы знает не хуже меня. Возьмем обычный камералендсблюр, поставим в качестве маски наши градиенты и просто размажем. То есть в данном случае просто мы чуть-чуть мажем здесь с этой стороны и получается уже более, так скажем, какая-то предметная история. Зритель еще больше вперед фокусируется и как бы смотрится окей. Можно, естественно, эта АЕшная история, она не стопроцентно дает гарантию. Лучше, конечно, если мы берем 3D-графику, там, допустим, ту же самую синему, у меня Арнольда нет, я им не пользуюсь. Ну, есть как бы Redshift. Вообще, я люблю Redshift последние, наверное, пару лет. Хотя раньше его ненавидел, если честно. Ну вот, соответственно, здесь, если бы мы использовали тот же самый Redshift, и плюс ко всему, если еще на фон, ну, сертификат, это промокод, не забывайте, если еще на фон сюда кинуть какую-нибудь 3D-геометрию, чтобы, ну, вот, что-то блюрилось, да, то сразу будет выглядеть еще симпатичнее. То есть мы возьмем, условно говоря, вот там какая-то твоя конструкция. На фон мы поставим, точнее, наоборот, эта история у нас будет тут. И на фон мы просто что-нибудь там накидаем какой-нибудь истории, чтобы просто что-то там мылить. Возьму обычный клайер, какой-нибудь там. Кубики, не кубики. Какой-нибудь рандом эффектор. Просто, чтобы все это дело как-нибудь расставить туда. Ну, так сильно не надо. Естественно, там может, ну, там должна быть твоя любая 3D-геометрия. То есть нам просто, чтобы что-нибудь там стояло. Вот. Мы возьмем обычный самый redshift. и сделаем самый простейший фокус через камеру. Даже просто клип-то фокус тут поставил. Включим непосредственно на боке и просто апертюру снизим чуть-чуть. Вот. Примерно таким макаром. Соответственно, это даст тебе просто вот такой более целостной картинки. Там может быть абсолютно любая геометрия, которая у тебя есть. Просто ты ее замылил, ты ее замылил, и там уже хоть что-то появляется. То есть у нас здесь проблема в том, что у нас ничего не мылится. То есть фактически у нас мылится только вот эти шурехи и какая-то вот часть твоей вот этой конструкции. А если ты еще туда что-нибудь на фон кинешь, то сразу будет какая-то такая более наполненная картинка. Даже если объекты будут маленькие, просто там как-то создавать тебе атмосферу и общий такой просто фон всего происходящего, то все равно будет поплотнее выглядеть. Ну, естественно, здесь надо камерой поближе подлететь. Словно говоря, вот так здесь зафокусим. Вот, и оно там уже как-то мылит все это дело. Дальше. Что касается... Я потерял. Я потерял. Вот. Что касается следующих вещей. Вот эта сцена. Здесь, если честно, очень пустое пространство. Опять же. Очень пустое пространство, которое не оправдано. То есть, оно было бы нормальным, вот то же самое пространство, если бы ты просто-напросто существовал внутри вот этого объекта. То есть, если бы ты там камерой близко подлетал, вот как, допустим, здесь. То есть, вот здесь ок. Вот здесь очень пусто на фоне. Ты тут попытался какие-то экраны вставить, и, если честно, они выглядят, знаешь что, они выглядят таким типа тусклыми какими-то. Они не имеют каких-то оформительных моментов типа тех же самых полосочек, там, сеточек, шурешек и так далее, что сразу наводят на мысль, а что они тут забыли. То есть, они как будто не отсюда в этом, так скажем, в этой сцене. То есть, она в целом такая довольно странная эта сцена. Здесь надо было все равно ближе подлетать в камеру. То есть, типа, как вот тут. и, наверное, все-таки отказаться вот от этих экранов. То есть, здесь можно было вообще без них поработать. Вот эта сцена. Здесь все, в принципе, очень неплохо. Смущает только то, что камера не двигается. Нужно бы еще и двигающуюся камеру здесь, так скажем, поставить. Сцена с разлетом. Прикольно. Прикольно. И переход очень прикольный сделан. То есть, вот здесь, в принципе, норм. Сцена пэкшот. Вот это вот, это по тутру, по-моему, по какому-то вообще вот эта сцена. Она сама по себе очень неплохая. Требует, конечно, более проработанных материалов. То есть, мы сейчас не говорили, что там материалы надо проработать, еще что-то. Требует более проработанных материалов, но в остальном она довольно неплохая. Что касается вообще оформительских каких-то вещей, то, естественно, здесь можно было, раз уж ты ударился вот в этот вот стиль, скажем так, то можно было его соблюдать во многом. То есть, что у нас там присутствует в этом стиле? Очень много отражений на металле, можно было взять какую-нибудь HD-райку поактивнее, чтобы просто отражения были чуть посложнее. Там у нас, как правило, все светится. Вот это вот, все, что касается нафигачить сверху композа, как говорится. То есть, там у нас все светится какие-то glow, какие-то еще истории. То есть, вот этой всей штуки здесь, конечно же, немножко не хватает, раз мы говорим про вот этот вот всеми многими любимый браткастерский стиль. Какой-нибудь оверсатюррейт, как всегда, чтобы оно прямо вот такое было. Потом еще вот так вот все подсветить. То есть, вот этого всего здесь немножко не хватает. немножко не хватает. И в этом плане оно смотрелось бы еще чуть пожирнее само по себе. Можно тут еще просто какой-нибудь аджасмент, что-нибудь нацветокорить. Если там еще пассы какие-то есть, то пассами можно там отражение понадобавлять. Контрастил. Вот это самое. А, плюс 50 киношности, как говорил Серкин в свое время. Естественно, у нас все пересвечено. Это тоже стиль, как многие говорят. Сверху шарп еще на это все. Вот, чтобы получили прямо вот такие вот моменты. Ну и фокус потом на все это дело положил. То есть, понятно, что, естественно, мы здесь многое не сделаем, но, как бы, какие-то вещи просто можно допилить. фактически, ну, раз уж ты начал эту историю соблюдать, то можно, так скажем, ее допытывать и доделывать. То же самое касательно этой сцены тоже можно доработать. Вот этот кадр мне очень нравится здесь делал. Вот. Вот этот кадр с нашим цветокором. Вот так он у тебя был. Вот, с нашим цветокором он сразу такой более живой выглядит. и выглядит все это дело довольно классно. Смотри, что касается материалов, то уже давно все, ты, в принципе, тоже здесь используешь, уже все давно заморачиваются над бампом. Это прям первостепенно над чем надо париться. Просто использовать бамп в качестве основы своего материала. В целом, ты это здесь сделал, поэтому я тебе просто лишний раз про это проговорить. Выглядит хорошо, и чем больше в целом, так скажем, чем лучше структура твоего бампа, тем оно, так скажем, выглядит сложнее сам по себе материал. Ну и в дополнение всего этого еще можно, конечно, стекляшек здесь накидать побольше. То есть, раз уж погнал в этот стиль, то можно еще и стекляшек побольше накидать, и тогда будет смотреться естественно еще жирнее, еще интереснее, еще лучше. То есть, тут уже во многом вот эта работа во многом это работа с постобработкой, работа с непосредственно какими-то доделками, с композом и так далее. Ведь весь этот стиль фактически это просто собиранием по крупицам различных пассов прямо уже в After Effects на композе. То есть, если ты посмотришь, что там выходит на рендере и что потом получать, это совершенно две разные работы. То есть, здесь фактически просто собирание по крупицам на композе это основополагающая подобная работа. Так, идем дальше. Здесь вроде как все. Давайте почитаем записку. Создать абстрактное 3D пространство, в котором шар 2М10 предмет летит дальше. Ну, давайте посмотрим. 3D пространство. Продолжение следует... Итак, что мы здесь видим? Фактически мы здесь видим тоже 3D графику, естественно. Что здесь в этой работе меня немножечко напрягает? Во-первых, меня напрягает именно с визуальной точки зрения. Давайте я ее в IE тоже открою эту работу. Фактически меня здесь напрягает именно с геометрической точки зрения, что очень пусто. То есть да, объекты имеются, но какой-то связи между ними, какой-то логической связи вообще никакой нет. Просто рандомные объекты. Понятно, что это абстракция. Но даже в абстракции, условно говоря, просто висящая в воздухе штука, она должна быть чем-то подкреплена. В идеале она может быть на какой-то плоскости стоит, еще что-то. То есть здесь именно как-то слишком непродумано само пространство, в котором все это дело у нас располагается. Шар это симуляция. Вот вероятнее всего шар это как раз таки не симуляция. Это заметно вот здесь вот на лесенке. Вероятнее всего шар просто анимирован по таймлайну. То есть это вероятнее всего просто, так скажем, анимация. Хотя может быть здесь включал-выключал тег динамики. Давайте посмотрим проект. У нас здесь тоже Арнольд. Тоже Арнольд. Давайте посмотрим. Нет, это кстати здесь симулятивная история, судя по всему. Да, шарик симулируется. Хотя вот здесь падает не прям таки клево. Но за симуляцию респект. Тогда. Соответственно в данном случае именно не особо продуманное пространство с точки зрения геометрии. Это самое главное, что здесь нужно поправить. То есть все остальное, имеется в виду рендер и материалы какие-то. Это уже дело наживное. Здесь именно не хватает самой геометрии как таковой, которая будет просто более оправданной. Вот и все. То есть было бы прикольно, если бы допустим вот эти вот палки, которые здесь есть, они из стены хотя бы торчали. Вот эта штука, она может на каких-то ножках. Эти ножки могут уходить просто за экран, чтобы она просто как-то типа стоит. Или на какой-то штуке сверху висит. То есть оно должно быть все немножечко более оправдано в этом плане. Что касается внешнего вида. Ну естественно очень шумно зарендерено. Очень шумно зарендерено. Нужно все-таки рендер был сделать почище, как по мне. И меня очень сильно напрягает стеклянный материал. Он уж очень плохой. Очень плохой. И это связано прежде всего скорее всего с Арнольдом. С тем, что он сам по себе так не очень зарендерил материал. И тоже важный момент. Все 3D-шники. Обратите внимание, когда вы делаете подобные трубы, то первое, на чем вы палитесь, это на том, что эта труба. Вот если мы возьмем AE. Вот. Эта труба, она не имеет толщины. То есть здесь прямо видно, что труба, она на самом деле не имеет вот этой вот толщиночки какой-то в грани. Вот. Вот здесь. Поэтому первое, что нужно было сделать с этим тюбиком, это дать ему здесь больше толщины. Как он у нас тут сделан? Во-первых, ротейшн сегментов побольше ему надо. Во-вторых, просто радиусы здесь вот так вот сделать. Вот. Чтобы она была просто не плоская, а какая-то вот подобная. Хотя бы. Вот хотя бы чуть-чуть. Это просто плюс 50 к реализму, скажем так. Филет тоже можно. То есть фасочку. Добавить просто небольшую фасочку. Красавчик, Денис, все знает. Просто человек сразу видит, на всех курсах учился. Фасочку. Естественно, фасочку нужно сделать небольшую. Потому что фасочка, это всегда плюс 50 к бликам. Прикольно. Так, какой 0.3 здесь. Вот, что-нибудь такое. Маленькая фасочка. Побольше ротейшн сегментов. И вот тебе уже идеальная труба. Все. Дальше ты будешь это рендерить, и здесь будет классный блик вот от этой фаски. То есть здесь в этом плане, конечно же, можно трубы доделать. Так-то в целом очень крутая анимация. Очень крутая анимация предметности добавить. Просто заставить эти объекты как-то вот на что-то опираться хотя бы. И материальчики проработать. Ну и шумность рендера. То есть, видимо, может быть специально занизил настройки рендера, чтобы просто успеть там к додлайну, условно говоря, к моменту сдачи на вот этот стрим домашек этих работ. Может что, но очень шумно. Прям невозможно шумно. И это даже, ну, не стиль. То есть, если бы это был такой шум на постпродакшене, который типа для стиля добавляется, это было бы видно. А здесь это видно, что шум чисто рендережный. Сколько был рендер на Арнольде? Автор здесь, в студии. Сколько был рендер на Арнольде? Хотя бы скажи, рендер одного кадра. Я бы, конечно, Арнольдом не стал, но как бы хозяин барин. 2-3 дня, 1070 кадров. А здесь, я думаю, можно добиться результата порядка, ну, минуты. Даже, может быть, быстрее на арендер одного кадра. Ну, давайте, ладно. Пойдем дальше. Алексей. Делал небольшой мощный ролик для студенческого проекта реклама. Работал бы готов в раскадровке. Болиционный шот. Надо было просто собрать его автора, а не мирно делать переходы. Если честно, если честно, проблема этой работы в том, что все настолько быстро, что ты вообще не понимаешь, что происходит. То есть, первая сцена прикольная с вот этими вот шариками, скажем так. Она прям действительно прикольная, классно выглядит и с ней вроде как, ну, все прям замечательно. Вторая сцена. Вот эта. Здесь просто тупо огромный логотип. Просто тупо огромный логотип. И его можно было изначально сделать помельче. Третья сцена. Я, если честно, большой противник, чтобы был такой огромный текст. И в данном случае можно было даже не капсом писать. Потому что выглядит, если честно, немножечко как забор. Соответственно, можно было писать не капсом, но и смотрелось бы как-то аккуратнее. Вот эта сцена. Здесь понятно, что типа элементы двигаются, все такое. Но с точки зрения анимации, она могла быть реализована как-нибудь наподобие сцены с шариками. То есть, чтобы элементы, как и шарики, появлялись по скейлу. А потом просто-напросто там появились вот они по скейлу. Несколько секунд, секунду, допустим. Да, они постояли на экране с небольшим виглом. То есть, условно говоря, это могло быть просто каким-то вот подобным макаром. Так, медь, железо, цинк, магний. Цинк, магний, да, у нас. Еще тот химик, конечно. О, вот они у тебя появились, причем для поддержания общего стиля, для поддержания общего стиля, они могли быть в тех же шариках. То есть, у тебя же есть вот этот вот элемент, типа шарик. Вот можно было их прям вот так вот вписать, грубо говоря. Этот сюда, этот сюда, этот сюда. Мы привяжем к вот этому шарику. Цинк мы привяжем к первому. Да, блин, опять не та. Медь ко второму. И железо к третьему. Вот. И все это дело может просто появляться у тебя так вот по скейлу. Все вместе с какими-нибудь графиками. Немножко раскидать это по таймлайну, чтобы это все не одновременно появлялось. Вот она вот и так появилась, потом во всей запихал просто wiggle на позишн, там 5 на 10, допустим, 1, 10, я думаю. Она появилась, вот они вот плавают, плавают, плавают. И потом просто-напросто все, кроме нужного, точно так же исчезли. То есть, точно так же все вот эти вот, ну, кроме, что там, кроме того. Кроме Цинка, да? Ну, не важно, пусть у нас вот эти исчезли. Не особо важно. Они исчезли просто так же, не одновременно. Вот. А уже вот этот нужно тебе переехал куда-то вот сюда, допустим, по позишнему, и дальше уже как-то существует. Дальше уже тут происходит какая-то вещь с морфингом, типа, там, вот в эту корову. И дальше уже эта вся история как-то работает. То есть, здесь именно концептуально можно было использовать подобные приемы для работы. И смотрелось бы еще лучше. То, что она вот здесь откусила, опять же, откусила. Вот даже если чисто логически. Вот у нее рот открылся, смотри-ка. Вот. Ну, типа, вот так. Почему она здесь пол буквы больше откусила? То есть, ну, нелогично. Пусть откусит просто небольшой кусочек. Вот тут вот, условно говоря. И все. Также большая проблема всей истории, что у тебя половина объектов пикселится, половина нет. То есть, вероятнее всего, допустим, вот эта история с элементом, она имеет просто фиговое качество. То есть, вектора не было. Или, если был вектор, то не включен коллапс трансформейшн. А у коровы, допустим, включен коллапс трансформейшн. И видишь, корова не пикселится, а цинк пикселится. Также вот эта история здесь тоже. Вот оно заблюренное такое, пиксельное, смотрится стрёмно. То есть, эта вся штука может быть, так скажем, улучшена именно в этом плане. То есть, фактически здесь можно поработать. И, кстати, вот по тексту. Тебе даже придумывать здесь ничего не надо. У тебя вот написан текст. Вот, можно было прям его же взять, там, маленькими буквами, таким же цветом и написать. У тебя вот, вот дизайн, вот он готовый. В этом плане, конечно, можно было еще чуть-чуть улучшить. Так, вот это работает. Здесь прикольная анимация логотипа. Давайте ее посмотрим. Смотри. Вот эта сцена с кейфрэмами классная. Здесь есть только один косяк. Палевно вот этот шейф. Вот здесь вот состыковано криво. Здесь вот я вижу. Я не знаю, видно вам или нет, но здесь вот прям отличается. Полосочка идет. То есть, вот это палевно. Вот это нужно сделать. Но самая большая проблема это работа и вообще не вот в этой сцене. Самая большая проблема вот в этой сцене. Что это вот такое? Это знаешь что? Это вот оно. Вот чисто то же самое. Ни черта не понятно, что написано. Если не знать, что написано, то в целом вот тебе, пожалуйста. То есть вот здесь, в этом плане, если это готовый логотип, который ты анимировал, то дизайнеру логотипа руки бы оторвать. Потому что в целом вот самая большая проблема в том, что ни черта не понятно. То есть вот чисто композиционно проблема в расположении вот этого всего. Никогда в жизни так не ставьте текст. Всегда, опять же, ориентируйтесь на то, что зритель вот в большинстве случаев он тупит. Причем тупит постоянно во всем и везде. И ему надо вот как пятилетнему ребенку кубик в кубик, условно, пирамидку в пирамидку и там цилиндр в цилиндр. Вот прям вот как, вот так вот, прям вот для пятилетнего ребенка должно быть все это сделано. Соответственно, никто никогда в жизни не прочитает то, что здесь написано, соответственно, не поймет вообще о чем речь. И в этом вся большая проблема этой работы. То есть здесь даже не анимационная история, а история именно с вот этой штукой. Анимационно все сделано очень прикольно, фактически. То есть здесь прям и анимации хорошие, и идеи прикольные, вот эти вот, все прям классно. Че мячик показывает? Как читать? Ты правда думаешь, что вот за эту секунду кто-то догадается о том, что мячик показывает, что это надо читать так? Никогда в жизни. Вот прям никогда в жизни никто об этом не догадается. Это прям, ну вот вообще утопия. Вот просто даже и, ну, ну ты понял. У тебя здесь всего, вот сколько по таймингу. Вот человек видит ролик первый раз. Вот первый раз. У него тут вот 9 секунд прошло, тут еще что-то двигается, какие-то тут анимации. Потом с 9 по 12 секунду у него есть аж целых 2 секунды. Он за эти 2 секунды просто поймет, что здесь есть какая-то штука черная, и она становится оранжевой. А уж что здесь надо первостепенно. Потом он поймет, что здесь есть текст. Потом он уже будет пытаться это прочитать, и потом только вспомнит про мячик. На это уйдет, наверное, минут 10. Но никак не 2 секунды. То есть здесь проблема в том, что, ну, никто никогда не поймет, как это прочитать. И в этом вся проблема. Анимационно все клево, кроме того, что мячик пикселится. Здесь дело не в скоростях. У тебя вот как раз-таки со скоростями анимации все хорошо. Анимационно оно все двигается в тайминг, все классно. Вообще вопросов нет. Здесь проблема композиционная. Изначально оно расположено неправильно. Вот и все. То есть здесь именно проблема статичной графики, фактически, композиционная. Если это правильно расположить, то ты здесь какой тайминг не сделай, все будет ок. Вот и все. Здесь именно проблема в расположении, в самой вот этой конструкции. Ее просто надо снести и построить новую. Если бы ты сделал конструкцию проще, типа вот у тебя разъехалась вот эта штука, вот такая. Если бы она осталась условно вот такой, и здесь просто в строчку было бы написано made shun animation, то все было бы идеально вообще. Просто все бы про все поняли. Все бы поняли, о чем идет речь, и все было бы хорошо. Но здесь этого нет. Вместо этого ты заставляешь нас смотреть вот эту херню. Которая анимирована прикольно, но читабельности в ней ноль. И мячик пикселиться. Вот, мячик пикселиться, это тоже, ну это уже такой мини-косяк. Здесь основная проблема именно вот в этой вот сесть. Так, Оля Леонова закрывает наш хит-парад на сегодня. Оля Леонова, видеоклик, ну так мы знакомы, сама снимала фото и видим телефон, все использовала. Оля Леонова, видеоклик, ну так мы с тобой. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть фотографии, которые ты использовала, они явно здесь выбиваются. То есть здесь фактически даже не анимационные какие-то проблемы, не какие-то там технические, а просто вот не хватает целостности и общей атмосферы, вот-вот-вот, вот законченности продукта. То есть фактически этому клипу вот в целом не хватает потом сверху еще какой-нибудь постобработки, чего-нибудь такого. То есть здесь по большому счету, первое, что надо сделать, это уж если так общий стиль вот этот вот юзать, то фактически у тебя вот часть футажей, они со стремным качеством, а часть футажей с таким типа прикольным качеством. нужно все качество привести к общестремному, скажем так. То есть к общестремному, к общему такому зафаршмаченному. Можно просто попытаться использовать там стандартную историю с обратным ресайзом, когда вот здесь мы сделаем там 640, не, давайте сделаем 360 на 640, здесь уменьшим, а потом поместим его в новую композицию, 1800-1920 и просто обратно отскелим. Тем самым ты получишь физическое, так скажем, ухудшение качества за счет того, что ты здесь тупо скейлишь. Это все аж в 300%. Вот. Это первое. То есть тогда у тебя уже все станет более, так скажем, хорошее. Дальше вот эти вот куски, вот эти куски, они почему-то очень сильно выпадают по цветам. Опять же, все это должно, раз уж ты задала вот этот вот стиль, вот такой вот, да, то юзай везде примерно такой же цветокоррекшн. То есть вот здесь вот, да, допустим, юзай везде вот эти свои хроматические аберрации, еще что-то для того, чтобы вот эту вот атмосферность ее поддерживать. То есть у тебя не хватает именно вот этой атмосферности в частях клипа, особенно в конце, вот здесь где фотки, потому что они, ну, явно просто, вот просто обычные такие, качественные фотки на мобилу сняты, я не знаю, еще угодно. А им не хватает, вот сюда бы вот, ну, как бы, вот сюда бы вот какие-нибудь там хроматические аберрации, те же самые. Тоже, ну, ВХС-ный вот такой вот, ВХС-ного дофига сейчас, поэтому, да, пойдет, почему нет. Те же самые хроматики какие-то, как-то там подкрутить еще цвета этому всему благородию твоему. Какой-нибудь засвет вот такой стрёмный сделаем, да. Что-нибудь такое, можно еще сверху. Опять же, как-то, ну, как-то зашакалить это надо. Мозаика та же самая. Вот. И тогда они уже вроде как и здесь, здесь и как бы, как будто тут и было. То есть, фактически, здесь просто не хватает вот этой общей атмосферности всему происходящему, потому что вначале она есть. Вот, кстати, смотри, вначале мы тут цветокор накинули, оно еще более такое шакальное стало, чисто ВХС. Только здесь уже с хроматиками, конечно, мы переборщили. То есть, вот здесь просто цветокора не хватало, и вот оно здесь есть. А здесь в фотках нужно было этот момент. Можно еще размазать немножечко. Вот, как-то так. То есть, нужно как раз-таки вот этот вот момент здесь было соблюдать. Тогда просто смотрелся бы, как такой, типа, вайбовый такой клипчик. Довольно забавный. И в целом вопросов к нему больше и не было. По поводу просто того, что там, типа, просто у тебя на фотках, да нет, ничего не просто. Нормально вроде все. Просто вот этого общего вайба здесь не хватает, и нужно его, скажем, доделать. Вот и все в целом. Так, друзья, мы закончили с разбором работ. И теперь мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего мероприятия. Это ответ на вопрос. Но прежде чем мы ответим на вопрос, как я и обещал, надо нам спецпредложение. Вообще, в чем прикол? Сейчас в школе Profile действует, как я уже вначале говорил, скидка на все курсы по направлению Motion Design 20%. Для многих, ребят, это первостепенно будет After Effects базовый. Это самый начальный курс, который, с которого все начинают. Потом дальше будет еще After Effects продвинутый. Для многих также интересен. Это уже курс более сложный для тех, кто, в принципе, знает базу After Effects. Ну и для тех, ребят, кто хочет делать 3D графику, это, естественно, курсы по 3D графике на выбор. Это или непосредственно Blender Cinema 4D, кто как хочет. И дальше Cinema 4D продвинутый. Сейчас еще будет стартовать скоро Blender продвинутый. На все на них действует скидка 20%. Вы можете до 30 апреля с скидкой 20% на них записаться. Причем прикол в том, что вы, вот, допустим, возьмем с вами After Effects базовый. Ближайшая группа стартует 29 мая. Но это не значит, что вы обязаны с 29 мая учиться. Вы можете выбрать группу с 1 августа. С 1 августа. Она будет еще дешевле. И, так скажем, на нее также распространяется скидка. Все эти курсы, естественно, веду я. Непосредственно здесь сидит огромное количество студентов с различных курсов, которые не дадут соврать за качество обучения и качество работ. И, естественно, всегда перед тем, как заходить на курсы, вы можете про них более подробную информацию обучить. На странице курса, допустим, After Effects базовый, так же, как и на всех остальных, вы можете посмотреть программу курса. То есть, что мы будем на курсе проходить. Здесь у нас, как правило, курс состоит из 12 занятий. Это 6 лекционных и 6 онлайн занятий. Вы можете посмотреть бесплатно всегда первое занятие. То есть, какой бы курс вы здесь не выбрали, вы можете первое занятие всегда, вот здесь ниже пролицать, бесплатно посмотреть. Просто потестить этот момент для себя. Также вы можете посмотреть работы студентов, которые на курсе, собственно, делаются. То есть, это тоже важный критерий для многих. Ну и, естественно, почитать отзывы. Все, так скажем, здесь для вас указано. Если вы понимаете, что, так скажем, вас это интересует, вы, естественно, можете записаться со скидкой 20%. Ну а для всех участников стрима, помимо скидки 20%, существует еще вот такой замечательный промокод, который у вас уже автоматически в личном кабинете применился. Вам ничего даже вводить не надо. Вы просто выбираете группу, выбираете группу, и у вас цена уже будет еще ниже. То есть, еще ниже, 3000 бонусом вам сюда суммируется. Вот администратор Александр нам в этом плане здесь помогает с информацией. Вы можете с ней также ознакомиться. То есть, вы при записывании сразу еще 3К здесь сэкономите. Ну, как бы, чем не повод записаться на всю эту историю. Соответственно, скидка действует до 30 апреля вместе с промокодом, и вы можете этим воспользоваться. Также важный момент. Школа Профайл всегда гарантирует качество своего контента. Если вы понимаете после первых двух занятий, что это не ваше, что вас что-то не устраивает, что курс вам не подходит, вы можете подать запрос, и вам вернут деньги. Вот и все. То есть, вы в любом случае ничего не потеряете. Даже если вы поймете, что что-то идет не так, вы всегда можете попросить возврат, и школа вам деньги вернет без особых проблем. Я думаю, что здесь все мы, так скажем, с вами обговорили. Теперь мы переходим к ответу на вопросы. И первый вопрос у нас следующий. Это нейросети. Все, в целом, про нейросети вопрос такой, очень спорный. Ольга нам задает. Почему? Потому что фактически, да, нейросети развиваются очень быстро, очень активно и очень стремительно. Но, пока, к сожалению, почему пока я про это ничего не говорю, потому что касательно моушн-дизайра, оно стоит на месте, и ничего интересного нет. То есть, фактически, да, у нас есть там определенный пул нейросетей, который нам может генерить скрипты, многие программисты используют программирование, это все дело. Кто-то может нам генерить картинки, как в Миджорни, допустим, да. Но, по факту, все это для моушн-дизайнера, ну, неприменимо. Как это использовать в работе, пока ответа нет. То есть, ну да, я могу нагенерить картинки. Но того уровня референсы, которые там нужны, даже самые простейшие, они все равно не генерятся. То есть, генерятся все равно какое-то абстрактное, хрен пойми что. Очень большая надежда у меня была еще месяц назад на Adobe Firefly. Есть такая штука, Adobe тоже запрыгивает, типа, в нейросети. Есть такая штука, Adobe Firefly. У меня есть бетка, я поковырялся, потестировал, но так как оно должно работать и так, как они хотели, оно особо не работает. То есть, ну, как бы, обещали, самое главное, что обещали, что будет генерироваться сразу вектор и сразу крашенный. Но, к сожалению, пока не генерится ни вектор, ни тем более крашенный вектор. Все это работает через одно место. Именно поэтому сейчас фактически пока еще нейросети находятся не на том уровне, когда их можно применять в практической работе. Как только, так сразу. Я бы рад пользоваться, и это бы сильно упростило лично мою задачу и лично мою работу. Поэтому здесь, в этом плане, ну, как бы, Оль, ждем-с. Вот реально ждем-с. Скажем так. Дальше. Чем отличается Dewey Congell от Dewey Buzz? Если честно, первый не использовал вообще никогда, Dewey Buzz использовал. Первый вообще никогда не использовал, поэтому не знаю. Когда делаешь Papping Tool на Compose, он делает артефакт. Как это можно исправить? Он в основном делает артефакты из-за Collapse Transformation. То есть, первостепенно, если ты вырубишь Collapse Transformation, то 99% артефактов у тебя пропадут. То есть, вот это вот рвется оно. Ну, это фактически артефакт. И здесь, ну, Collapse Transformation — это первое, на что стоит обратить внимание. Это данность, они это никак не пофиксят, и увы, ах. Как должен быть расположен текст в сцене, если он один, и ничего больше там не должно находиться, ну, по центру поставь и не палься. То есть, здесь все зависит от того, что написано. Во-первых, какого размера текст. Точнее, не какого размера текст, а сколько символов. То есть, условно, если текст длинный, то там... Ставим выравнивание по центру, условно говоря, какое-нибудь. И смотрим, если текст там довольно длинный, то можно там пару строчек его написать. Сейчас. Вот, типа так. Если это короткая фраза, то, ну, как бы просто... Словно говоря, написал как-нибудь вот так вот и поставил. Если ты думаешь за размерность текста, то здесь, опять же, все зависит очень сильно, так скажем, от стилистики того, что ты, так скажем, используешь. От стилистики шрифта, от стилистики графики и так далее. То есть, если у тебя, условно, такая безликая картинка, как у нас, ну, вот так поставь, и в целом, ну, как бы, смотрится окей. Вот такой большой стрёмно. То есть, но бывает иногда задача именно большой текст делать. Фактически, ну, вот примерно так я бы поставил. Вот и все. Остальное, как бы, уже ситуативно. Вот нам Виктория говорит, что генерирует контент в Миджорне сейчас, чтобы делать на основе него видеообложки для постов в соцсети. Ну, вот опять же, ты генерируешь просто картинки, которые фактически потом просто облагораживаешь и переделываешь их в обложке. В этом плане, да. Но мне вот надо, допустим, загенерить какие-нибудь рефны на типографии. Хрен ты их адекватно загенерируешь. Все равно сидишь и листаешь самостоятельно. Мне надо, допустим, загенерить сразу Вектор. То есть, мне хочется Вектор. Я не хочется обводить. Обводить я и сам придумаю. Мне хочется Вектор. Вектор, ну, ты можешь, конечно, пойти еще оттрейсить его. Ты его оттрейсишь, его надо красить и так далее. Да, ценится именно такая история. По текстам вообще самый простой способ. Если ты вообще ничего не знаешь, что делать, открой просто какие-нибудь ролики Apple. У них, так скажем, всегда с текстом все было. И они всегда стильно делают. Просто ты-тырь оттуда и все. Вектор, да, не генерирует. И в этом плане, конечно, ну, типа, такое. Можно ли повторить анимацию из AN в AE, чтобы она была такая же качественная и детальная? AN от Adobe Animate, вот это что, где покадровая анимация? Adobe Animate. Вот эта история. Слушай, ну, технически, конечно же, наверное, можно. Опять же, все зависит от анимации. Если это анимация движения персонажа, то можно технически повторить. А если это какой-нибудь, условно, там, какой-нибудь флэш эффект, там, типа, вот это вот. Вот, если это какая-нибудь такая штука, то в AE уже не сделать адекватно. Liquid, не, нифига не сделать. Честно, сколько раз не пытался, сколько раз не экспериментировали, вообще никак адекватно не сделать. Вот, ну, реально. Ни разу не получилось так, чтобы он действительно выглядел, ну, вот прям так, как покадровый. Все равно покадровое будет выглядеть лучше, что бы ты ни сделал. Поэтому Liquid, ну, все вот эти, Liquid, Огонь, Дым, нет. Если бы это действительно работало хорошо, я бы уже 15 тысяч паков сделал и на Elements бы давно уже продал все это дело. Видел клип на трек Oxi, ой, да, как резон пролет камер варк самоначально. Посмотрим, не видел. Я не фанат. Так масками просто. Здесь, скорее всего, даже трекинга нет. Здесь весь чит в том, что камера летела с одинаковой скоростью просто и все. Это просто маска фактически. Здесь весь чит в том, что камера, скорее всего, летела с одинаковой скоростью. Вообще, на самом деле, может быть, это тупо 3D-шные дома. Но вряд ли. Если бы это снималось, давай так, если бы это снималось, то просто камера едет... Ну, это же на рельсах, скорее всего, снимали. С одинаковой скоростью она едет и примерно одинаковую траекторию и просто подставляешь. Нет, это снято. Вероятнее всего, это снято. Хотя... Вообще, на самом деле, оно как-то так странно выглядит все. Хрен его знает, если честно. Может быть, это вообще... фейк 3D. Да, слушай, а это, скорее всего, фейк 3D. Вот по искажениям на тачках видно. Да, это фейк. Это просто фейк в АЕ сделали. Ну, или не в АЕ, или в синеме просто... Ну, это точно фейк. Вопрос, как сделали. Можно было, на самом деле, взять просто фотку, в синеме условно коробки смоделить и натянуть просто фотку на эти коробки. И как раз вот такие же артефакты бы у тебя и получились. Может, это как раз таки так и сделано. То, что это фейк, это точно. Тачки, вон, видишь, прям палевные такие. Вот здесь, смотри, слой прям, видишь, видно. Кусок. Ну, это похоже, на самом деле, больше на 3D-шный фейк, чем на АЕ-шный. Насколько применяется АЕ-5 в Motion? Не имеет смысл его учить в дополнение к синеме. Слушай, он применяется ну, не часто, но в целом это, на мой взгляд, такая классная перспективная штука. Почему классная? Потому что рендерит быстро. Можно, условно говоря, собрать сцену какую-нибудь по-быстрому, экспортнуть ее в АЕ, и там чуть ли не реал-тайм это все дело рендерить. То есть, в целом, как движок, это вообще бомба. И, ну, рендерить на нем можно прям вообще прикольные штуки. Но с точки зрения применения, ну, пока в широких массах не часто применяется. Может быть, ну, то есть, не так давно додумались, что на игровом движке можно вообще пытаться делать именно Motion. То есть, ну, для каких-то вещей применяется, но не, не, так скажем, не в широких массах. В целом, если, так скажем, просто есть время поковыряться, то это всегда будет плюсом, потому что преимущество там есть. И прежде всего, это преимущество в рендережности. Как попасть сейчас на стойки, как автор? Ахер его знает. Ну, в плане, ну, из России, наверное, никак. А все остальное, ну, как бы, надо, надо не из России просто попадать. Добро пожаловать в Казахстан. Там вроде как, через ВПН, нет, там, да блин, дело не в ВПН, а в том, что, да не, просто проблема в чем? Ты же аккаунт создал, тебя попросят прикрепить туда, там, способ вывода какой-то, и ты, наверное, ты упал в лужу. То есть тебе нужен способ вывода. Вот как раз следующий вопрос, как выводить со стоком деньги в Россию никак. Тебе нужен, там, зарубежный банк или, там, PayPal зарубежный, что-нибудь такое. Соответственно, если у тебя это есть, то да, ты можешь, как бы. Проблема не в том, что ты физически в России находишься, а проблема в том, что ты оформлен в России, там, банки, вот эта вот вся история, там, PayPal, пионеры, платежки, вся вот эта вот штука. Ну, смотри, полтора года прошло. То есть, эта вся петрушка началась полтора года назад на Инват, это началось, ну, получается, в начале марта прошлого года вся эта история. Как только вот ситуация накалилась, в конце февраля началась вся вот эта вот нехорошая вещь, и, так скажем, в начале марта прошлого года на Инват началась эта байта. И, ну, за полтора года уж, я думаю, все, кто хотел, давно переоформились кто-куда. Или переехали. А по поводу стоит ли, тут уж как бы хочешь, как хочешь. То есть, ну, стойки такая вещь, особенно сейчас, когда с VideoHive'а полностью вырубают трафик, и, так скажем, ну, все это переходит на Элемент, то, ну, огромный объем работы, прям невозможный объем работы, который нужно выполнять. То есть, ну, вот мы сейчас Элемент раскачиваем, два аккаунта мы за, получается, за три недели, вот, вот, просто вот, ну, за три недели, за три недели мы вдвоем с Кентом на два аккаунта залили 240 проектов. Это токнын вата. Еще у нас есть Motion Array. Ну, это, так скажем, это вершина айсберга, то есть, то, что нужно слетать и оформиться, это, ну, минимальное. Ты не представляешь, сколько нужно совершить работы и сколько реально нужно контента залить, чтобы, вот, ну, хоть что-то с этого зарабатывать. Ну, это кажется, что это прям херня. На самом деле, ну, вот, даже когда все было нормально со стоками, там, с платежками, со всей историей, я начинал в 15-м году и чтобы просто с пяти, вот, у меня 50 долларов на вывод накапливалось еле-еле, и чтобы с этих 50 долларов дойти до каких-то, ну, просто чтобы еду покупать на эти деньги, я потратил, ну, больше года просто вот долбить, долбять вот так, долбить, долбил стену. Вот, поэтому это очень небыстрая история. Белоруссия, не, нельзя, Белоруссии и России нельзя. То есть, это, ну, то есть, в тот момент, когда эта вся история для меня открылась, когда я понял, что, ну, я хочу, вот, я сел и понял, я хочу, я резко перестал вообще брать весь фриланс, вот, вообще весь фриланс, и просто сидел, я, благо, еще тогда, на последнем курсе универа учился, и, как бы, ну, особо никаких расходов не было, ну, типа, то, что, мне, что там надо было, до универа доехать на электричку и там, сигаретку пить, а я с родителями, с бабушкой, с дедом жил, как бы, за еду не надо было платить, поэтому у меня в этом плане была какая-то фора, вот, и, как бы, меня это спасло, а если, ну, вот сейчас я бы начинал, я не знаю, как бы я начинал, могут твой проект не принять, ну, да, могут не принять, но это, понимаешь, это все уже, это по первости, как бы, типа, могут не принять, потом настолько похер становится, ты уже просто сидишь, вот я сейчас сижу, я просыпаюсь, вот я, надо сделать проектиков, я сажусь, просто приняли, хер с ним, не приняли, переделаю, другой аккаунт залью, на другой не примут, переделаю еще раз, на мошенрей залью, как бы, просто сидишь, вот такой, знаешь, вот реально, это как вот, такой, как белка в колесе, вот, поэтому, это настолько все эти вещи уже кажутся ничтожными, там, reject, еще чего-то, да, пофиг, куда-нибудь да зальем, какому-то творчеству, вообще, вот просто, вот, какое нафиг творчество, вот надо просто проект залить, чтобы был, вот, вот, примерно такое отношение к этому всему, так, друзья, ну что, больше вопросов не появляется, я, естественно, в очередной раз напомню о том, чтобы вы не забыли потратить халявные 3000 рублей, которые вам просто так начехлили, вот, и записались на великолепные лекции, по After Effects и по Cinema 4D, у вас до 30-го числа скидка, и промокод еще в 3К, поэтому не забывайте. На сегодня я вас отпускаю, до встречи на лекциях, всем вам огромной удачи!